Наша съемочная группа продолжает работать в Кустанайской области. С последними данными к эфиру присоединяется Динара Абдирова. Динара, еще раз здравствуйте. Что происходит в регионе сейчас? Динара, спасибо за слово. Прямо сейчас я до сих пор нахожусь на Большом мосту. И это вот тот самый супермаркет, который затопило сегодня ночью, насколько мне известно. Посмотрите только какой уровень воды. Дорожные знаки уже находятся почти на уровне с водой. И если немного посмотреть подальше, то вы видите уже затопленную технику, которая пришла откачивать как раз-таки эту воду. Естественно, внутри этого здания уже никого нет. Сейчас ведутся работы по тому, чтобы ликвидировать вот эту всю воду. Я отмечу, что кроме того, сегодня нам предоставили только что новые данные по Казгидромет. Я зачитаю, что ситуация в Казгидромет сейчас остается тяжелой, стабильно тяжелой. На территории региона развернут Оперштаб. Сейчас имеется угроза подтопления именно Казгидромет, где мы сейчас и находимся. По данным Казгидромета, уровень воды при норме 600 сейчас уже более 900 сантиметров. То есть критическая отметка. Все силы ДЧС, местных исполнительных органов, полиции просто брошены на то, чтобы ликвидировать последствия паводков. И работают они сейчас все в экстренном режиме. Более подробно сейчас об этой работе расскажет нам Карина Базарбаева. Она пресс-секретарь департамента полиции Кустановской области. Карина, расскажите, вот сейчас вы работаете на таком объекте, очень даже сложном, да? Как сейчас идет работа по ликвидации последствий? Добрый день. 6 апреля, то есть со вчерашнего дня, на территории Кустаная введена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Со вчерашнего дня два моста, которые соединяют Кустанай и город Тобыл, то есть Кустанайский район, из-за переливов закрыто движение для всех видов транспорта. Сейчас, в настоящее время, на этом центральном мосту полицейские, военнослужащие, курсанты Кустанайской академии, местные исполнительные власти, волонтеры и все нероднодушные жители совместными усилиями укладывают инертный материал, то есть межкатары, дабы не допустить угрозы потопления единственного моста, который соединяет Кустанай и Кустанайский район. Патрульная полиция сейчас на месте обеспечивает дорожную безопасность. Мы уже неоднократно предупреждали население о том, что нужно воздержаться от ненужных поездок по данному мосту, потому что создается помеха для работы аварийной техники, спасательной техники. Спасибо огромное жителям Кустанайцам, которые действительно сейчас в это время находятся на связи и не игнорируют официальные сообщения, то есть они способствуют этому. Сейчас волонтеры спасательного отряда ДОС приехали с гуманитарной помощью, они приехали с горячим питанием для всех тех, кто сейчас в настоящее время пытается спасти, так скажем, вот этот данный мост. Карина, скажите, пожалуйста, что будет с той техникой, которая сейчас утонула и будет ли еще туда входить технику? Сейчас в настоящее время вы сами видите, что вода прибывает, есть угроза потопления этой местности. Весь ущерб будет рассматриваться после уже чрезвычайной ситуации, то есть здесь больше компетенции местных исполнительных органов. В настоящее время основная задача это уберечь единственный вот этот мост, который соединяет Кустанай и Тобыл, повторюсь. То есть сейчас все силы и средства направлены на это, на укладывание мешкатар. Спасибо большое. Это информация от департамента полиции. Я отмечу, что ситуация также остается тяжело стабильной в области и департамент полиции просит воздержаться как и кустанайцев, так и жителей Кустанайского района от поездок, чтобы не мешать технике ликвидировать те последствия. У меня пока на этом все. Динара, увидимся в следующих выпусках. Спасибо большое. Динара Абдирова была на связи со студией из Кустанайской области, где река Тоболга вышла из берегов.